Дорогие школьники, знатоки православной культуры, Вновь сердечно приветствую вас за этим круглым столом. Старайтесь в жизни своей стремиться к добру и удаляться от всякого зла. Святой апостол Яков так говорит нам об этом. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудростью и кротостью. Пусть Бог благословит ваши добрые начинания. Бог вам помощь. Симферопольская Крымская епархия. Министерство образования, науки, молодежи Республики Крым. Телерадиокомпания «Первый Крымский» представляет летнюю серию игр Крымского республиканского конкурса знатоков православной культуры «Зерно истины». Добрый день, уважаемые телезрители. Сегодня я хочу познакомить вас с командой Полины Луценко. Все ее участники живут и учатся в городе Саки, Исакском районе. Мария Сергеенко, одиннадцатиклассница. Илья Сергеенко, ее брат, учится в десятом классе. Артем Луценко. Павел Фомичев, девятиклассник Охотниковской средней школы. Сергей Костенко, восьмиклассник Сакской гимназии номер один. Ирина Равенец, учится в десятом классе. Ну а сейчас я представляю капитана команды Полину Луценко, одиннадцатиклассницу в Сакской средней школе номер один. Напомню, что, как всегда, нашим знатокам предстоит ответить на семь вопросов, которые прислали к нам наши телезрители. И первое задание для своей команды при помощи кнопки выбора вопросов и компьютерной программы случайных чисел выберет Мария Сергеенко. Я объявляю первый раунд. Мария Сергеенко, которая выбирала сейчас вопрос, как мы уже знаем, учится в одиннадцатом классе Сакской гимназии номер один. Она трехкратный участник международного телеконкурса снатоков православной культуры «Зерно истины». Состояла в сборной команде Крыма. Она окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Мария, какой вопрос выбрали? Вопрос номер три. Это выносной вопрос. Встречаем! Кто-нибудь из вас бывал в Олубкинском Воронцовском дворце музея? Да, конечно. Бывали. Замечательно. Перед вами репродукция полотна придворного живописца графа Воронцова, генерал-губернатора Новороссии Никанора Григорьевича Чернецова, годы жизни 1805-1879, которая документально точно воспроизводит облик маленького городка Палестины, каким увидел его придворный художник XIX века. Кстати, это полотно как раз из коллекции Олубкинского Воронцовского дворца музея. На переднем плане здесь изображена дорога. По ней на верблюдах и ослике движется группа людей. И искусствоведы отмечают, что автору удалось весьма удачно передать и величественно спокойный библейский по духу характер местности Святой Земли Израиля. Картина называется «Вид Назарета в...» Внимание, вопрос! Завершите название одним словом. Время! Вид Назарета в... Вид Назарета. Там идущие люди... Это не волхвы сейчас? Нет. На верблюдах и на ослике. Вид Назарета в... Где? В каком-то городе, в каком-то поле. В горах. Будем разбираться, что это... Что за люди? Да. Мне кажется, это неважно, но можно, в принципе, подумать, что за люди могут соображаться. Может, это в бегство и в Египет? В день рождения Иисуса Христа? Может. Но там они ехали только на крест. А может... Ну, тут мало людей. Вид Назарета... Да, их было всего лишь двое. Идет роль. А может и правда, когда Богородица... Потому что тут женщина сидит на... Что-то прям в бегстве? А как? А как? Куда? Назарета в... В Египте. В Египет? Нет. А, вид. А, вид Назарета в... Вид Назарета в... Вид Назарета в... В горах? В... Давайте ответим. В городе. Вид Назарета в горах, а не как в горах. Ну... Так, уважаемые знатоки православной культуры, я акцентирую внимание на этом прилагательном. Именно православной культуре, а не просто географии, там, космонавтики, математики и прочих других замечательных наук. Капитан команды, кто же ответит на этот вопрос, Полина Луценко? Да, можно, пожалуйста, повторить вопрос? Пожалуйста. Как называется картина? И вам был дан вариант начального ее именования. Вид Назарета в... Мы берем помощь зала. Пожалуйста, если, конечно, зал может вам помочь. Это не факт. Как сейчас мы видим, уважаемые знатоки православной культуры, если кто-то в зале имеет вариант ответа, вы можете подбежать туда сразу к знатокам и помочь им. Но, как я вижу, пока в зале тоже нет ответа, да? Итак, внимание, я читаю правильную версию ответа. Или у вас все-таки будет свой вариант? А ответит Костенко Сергей. Итак, Сергей, ты помнишь, что у вас команда знатоков православной культуры, да? Значит, нас интересует не просто Назарет, как окруженный горами, пустынями, садами или чем-то еще. Нас интересует знание, ну, минимум, хотя бы, где находится Назарет. Это была слишком большая подсказка, но сейчас только Сергей. Вид Назарета на преображение. В преображение. А вы знаете, где находится Назарет? В какой области Святой Земли? Он находится в Галилее. Именно так и называется эта картина. Вид Назарета в Галилее. И, к сожалению, вам не удалось дать справильного ответа на этот вопрос. И счет становится 1-0 в пользу телезрителей. Я объявляю второй раунд. И следующее задание для своей команды выберет Илья Сергеенко. Илья Сергеенко. Он учится в 10-м классе Сахской гимназии номер 1. Окончил музыкальную школу по классу гитары. Пишет стихотворения и имеет собственный сборник стихов. Обладатель золотого значка в сдаче норм ГТО. Любит спорт и спортивные игры. Многократный участник православных конкурсов и Олимпиад. А мечтает стать, как ни странно, кондитером? У меня вопрос сразу к Илье. Илья, вот занятия спортом и кондитерские изделия, это как-то сочетается в вашей жизни? Если можно, то как? Откройте секрет. Ну, при помощи силы можно легко яйца развивать. Понятно. А вы вообще сладкое любите? Лично я нет. Ну, мечтаете стать кондитером? Да. Ну, очень интересно. Может быть, действительно, из вас получится удачный кондитер, который не будет поедать всю свою продукцию. Какой вопрос выбрал для вас компьютер? Вопрос номер 9. Итак, вам попался загадочный ларец из номинации «Теория живописи». Встречаем! Как я уже сказал, номинация «Теория живописи». Поэтому небольшая разминка перед вопросом. Какие жанры вы с живописи знаете? Ну, я подскажу вам. Портрет. А еще? Натюрморт. Пейзаж. Отлично. Батальная живопись. Историческая живопись. И так далее. «Ванитас» — это тоже жанр живописи. Жанр живописи эпохи барокко. Главная роль практически любого элемента на картине этого жанра «Ванитас» сводилась к тому, чтобы показать бренность бытия, бренность всего земного, материального, накопленного человеком за свой короткий век жизни. Философия «Ванитас» перекликается с крылатым выражением «мементомори» — «помни о смерти». Истоки самого термина «Ванитас» можно найти в библейском стихе экклезиаста. «Суета-сует» — сказал экклезиаст, «суета-сует» — «всё суета». По латыни это звучит как «Ванитас» — «Ванитатум» — «диксит» — «Экклезиастес» — «Ванитас» — «Ванитатум» — «Омния» — «Ванитас». В таких картинах распространено было изображение книг как символа накопленных знаний, мудрости, которые по итогу не могут преодолеть смерть. Но композиционным центром картины жанра «Ванитас» очень часто являлось то, что сейчас находится в загадочном ларце. И, кстати, что также часто бывает в школьных кабинетах биологии и анатомии, и дало название оно же «Лобному месту», а также это можно увидеть в основании весьма чтимого изображения в храмах, что обязательно присутствует на картинах жанра «Ванитас». Иначе говоря, что же там находится в этом самом загадочном ларце «Минуты на размышления»? Череп. Череп, почему? Изображается в основании весьма чтимого предметов храма. Храмы — это, да, череп под крестом находится. И в биологии тоже подходит. В учебниках биологии. Сибириды срочно, сибириды срочно, череп. Давайте я какую-нибудь еще другую верфь разберем. Да вряд ли. Помни о смерти. Вот картина сотворения «Дама», там был показан его... Череп, правильно? Да, как-то был показан. Возможно, тоже этого жанра... Лобное место в школьном кабинете, биологии, книги, мудрость... И в храме изображение храма. Да, да, да. Мудрость обозначает... А место в храме? Крест. Крест. В основании кристаля лежит крест. Череп. Череп Адама. Да. Да. Ну, вот все. Сработано. Ну, говори. Так хватит ответить. Я. А, все, уже... Ну, давайте просто отвечаем. Ну, и давайте пообсуждаем уже. А что... Скелет не подходит. Скелет не подходит. Скелет не подходит. Скелет сильно большой. Нигде не изображен в храме скелет. Хотя, о кости там же, знаете, вот... Просто... Есть... Череп и кости. Ну, кости не изображены таки поднимаешься. Да. Итак, время для обсуждения с теклой. Капитан Полина Луценко должна будет сейчас сказать, кто же ответит на этот вопрос. На этот вопрос ответит Фомичев Павел. Мы считаем, что это череп. То есть там находится череп? Да. А где находится череп еще? В храме в основании креста, на котором распятый Иисус Христос. Ну, достаточно. Хорошо. Давайте сейчас откроем загадочный ларец. И увидим там действительно модель черепа. Я напоминаю, что это действительно модель гипсовая, которая напоминает нам о том, что счет становится таким образом 1-1. Ничья. И я объявляю третий раунд. Артем Луценко выберет сейчас следующее задание для своей команды. Артем, вы любите читать книги, занимаетесь фотографией. Что чаще всего вы фотографируете? В основном природу. Природа. То есть вас интересуют такие пейзажные фотоработы? Да. Но часто еще портреты людей. Какой вопрос выбрал для вас компьютер? Вопрос номер два. Этого человека вы могли видеть и в произведениях живописи, и, конечно, на исторических фотографиях, ну и, конечно, на иконе, потому что речь идет о святом страстотерпце царе Николая. Рождение будущего царя Николая II произошло в тот день, когда православная церковь отмечает память этого святого. Я не сказал, какого. Это совпадение сам Николай многократно подчеркивал, когда в его жизни случались какие-либо невзгоды. Назовите этого святого страдальца. Время – одна минута. Родился отец Николая. Страдальца. Страдальца. Он совпадал с днем рождения этого святого. День рождения Николая II. Совпадал с днем памяти этого святого. День памяти. Николай II был страстотерпец, да? Николай II страстотерпец. Значит, возможно, тот с ним как-то тоже связан. А крестили Николая II с каким именем? Никто не знает. С Николаем? С Николаем. С Василием? Нет. Василием? Почему Василием? Василием это был кресть Владимир. Ну хорошо. Давайте какой-нибудь. Александр может… Подождите. Может его назвали… Сказано то, что… Сказано то, что… Нам нужен святой, который… Сказано страдальца. Страдалец. Страдалец. Каких страдальцев мы знаем? Святых? Святых. Святых страдальцев. Да. Кто-нибудь знает хоть одного? Быстрее. Мученики. Мученики. А там могут быть тоже страдальцы? Может Иов многострадальный? Возможно. Может быть. Возможно. Полина Луценко. Время стекло. Я прошу прекратить обсуждение сейчас в команде. Будет ли ответ на этот вопрос, Полина? Да. Отвечать будет Сергеенко Илья. Мы с командой решили, что это Иов многострадальный. В какую секунду обсуждения пришла к вам эта версия? В 55-ю. Слава Богу, что хотя бы в 55-ю. Потому что это правильный ответ. Счет становится 2-1. Я помогу. Я объявляю музыкальную перемену. Для вас поет вокальный ансамбль «Соловушка», младшая группа. Песня называется «Человек хороший». Дети нарисовали море, сутки и горы. Дети нарисовали очень теплый город. Нет никаких печалей. Столицы сюда, столицы. Дети нарисовали. Найдетовали печень. Море синее, платье хорошее. Солнце апельсиновое человек. Хорошее, мило, ясное, на глазах похоже. Люди разные, а человек хороший. Дети нарисовали. Я узнал их почерк. Сколько люди летали. Крылья какие хочешь. Это найди на свете. Нет небеды, ни горя. А давай мы поедем В этот веселый город. Море синее, платье хорошее. Солнце апельсиновое человек. Хорошее, мило, ясное, на глазах похоже. Люди разные, а человек хороший. Дети нарисовали. Море синее, платье хорошее. Солнце апельсиновое. Небо, ясное, на глазах похоже. Люди разные, а человек хороший. А я напоминаю счет 2-1 пока еще в вашу пользу И объявляю четвертый раунд Четвертое задание для своих друзей выберет Павел Фомичов Павел Фомичов, он учится в 9 классе охотниковской средней школы Увлекается пением, тайским боксом и изучением закона Божьего Вот тайский бокс и закон Божий, как это все вместе в одном человеке помещается? Не мешает ли это, Павел? Нет, не мешает Человек должен постоять за свою веру Хороший ответ, ну я бы сказал, что и за друзей своих, да? Да, да За Отечество Вопрос номер 10 Дарья Панова, учитель основы православной культуры Солнышно-Долинской средней общеобразовательной школы из города Судак Прислала к нам свой вопрос Практически на всех богородичных иконах Дева Мария держит младенца на руках Но есть, пожалуй, единственный образ Божьей Матери, общеизвестный, на котором Спаситель держит свою Пречистую Матерь на своих руках Что это за икона? Время, одна минута У нас есть досрочный ответ И у вас есть такая возможность, потому что не прошло еще 20 секунд с момента начала обсуждения Если вы ответите верно, вы заработаете дополнительный балл для размышлений на любой другой вопрос Пожалуйста, кто будет отвечать, Полина, капитан команды? Отвечать будет Сергенка Мария Мы считаем, что это икона Успения Богородицы И поэтому обратите внимание на экран, счет становится 3-1, вашу пользу Я объявляю пятый раунд А Сергей Костенко выберет пятое задание для своей дружной команды Сергей учится в восьмом классе Сакской гимназии номер один Он выпускник музыкальной школы по классу гитара Очень любит играть в футбол Вопрос номер четыре Очень короткий вопрос С какого возраста можно причащать ребенка в святых христовых тайн? С любого возраста, когда крещение Да, то есть ребенка крестили и можно причащать Отбери тоже досрочный ответ Точно? Не семей Не семей Крещение происходит и все, первое причастие С рождения посту Можно берем, брать Бери А мы возьмем досрочный ответ Да Еще несколько секунд и уже невозможно было бы это сделать Но вы успели Я слушаю вас внимательно Кто ответит? Равинец Ирина Мы с командой считаем то, что ребенку можно причащаться с момента крещения Потому что без крещения человек не может приступать к другим таинствам И вы правильно считаете? Счет становится 4-1 в вашу пользу Шестой раунд Ирина Равинец, которая сейчас так удачно ответила на вопрос Выберет следующее задание для своей команды Ирина учится в 10 классе в Сакской гимназии номер 1 А еще в музыкальной школе по классу фортепиано Участник военно-патриотического движения Юнармия Любит читать Ирина, а что вы делаете в Юнармии? Если не секрет Стреляю с винтовки, марширую Вы умеете стрелять с винтовки? Да Ну и попадаете в цель? Да, периодически Ну сейчас вы выбрали очень неплохую цель для своей дружной команды Скажите, какой вопрос? Вопрос номер 8 Это вопрос из номинации 1 За всех и все за одного Кто-то один должен будет остаться за конкурсным столом А пока вы решаете, кто, я выйду к вам За столом останется Сергеенко Мария Три коротких вопроса по 27 пунктов на каждый Ну, впрочем, как всегда Вы же не первый раз Да Умираем Ну, на первый взгляд, этот вопрос не имеет отношения к сфере духовной культуры Основу православия Но это только на первый взгляд Потому что все, что связано, как мне кажется, с морально-этическими, нравственными принципами в жизни человека Это, конечно, вопросы из сферы религии тоже Итак Есть такая жизненная позиция У некоторых людей Надеюсь, что не у вас Когда предпочитаются свои интересы Выше, чем интересы ближних Как мы называем такого человека? Свои интересы выше интересов ближних И вообще других людей Ну, еще мы говорим, что этот человек любит себя больше, чем других Это эгоизм? Конечно, эгоизм Команда, давайте поддержим Даже некоторые магазины почему-то называются эгоисты Я не знаю Да Почему такое название? Зачем туда ходить людям? Это тоже, к сожалению, примета нашего времени Очень часто нечто дурное и греховное становится Ну, вернее, пытается рядиться в такие одежды притягательного, привлекательного Становится даже модным Поэтому, безусловно, нужно четко отдавать себе вопрос Кто ты? Какие принципы в жизни имеешь? И как ты хочешь жить с окружающими? Очень несложный вопрос Это то, что было передано апостолу Петру от Спасителя То есть Спаситель что-то передал апостолу Петру Может быть, прообраз этого есть у кого-то из вас в кармане? Не знаю Ну, уж, конечно, не то, что передал Спаситель апостолу Петру Это ключи? Смелей Ключи Конечно, это ключи от Царства Небесного Господь говорил об этом так И дам тебе ключи Царства Небесного И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах А что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах Читаем мы в Евангелии от Матфея, 16 главе Выбираем третий заключающий вопрос Ну, не страшно? Нет Сейчас уже Но волнительно, да? Начальник мытарей и фарисеев в Иерихоне Который очень хотел и видеть Господа Многие считали его грешником Потому что он ведь начальник мытарей А вот он очень хотел видеть Господа И он видел его Правда, ему для этого кое-что пришлось предпринять Несмотря на свою высокую должность Ему надо было залезть на дерево? Ну Для того, чтобы увидеть Господа Иногда приходится и залезть на дерево А как его звали? Я не помню Ну, что он сделал? Напомню еще раз По-моему, он залез на дерево Потому что шла большая процессия Вместе с Иисусом Христом И чтобы его увидеть, он залез на дерево Да, а звали его Закхей Закхей Ну, мне хотелось бы, чтобы вы хорошо знали Евангелие Ты старалась Ты была почти близка к ответу Давайте поддержим вашего товарища Но правильный ответ, к сожалению, на последний вопрос задать не удалось Счет становится таким образом Посмотрите на экран 4-2 Но вашу пользу Я желаю вам правильного ответа на следующий, совершающий, седьмой вопрос А сейчас, чтобы вы немножко отдохнули Я предлагаю послушать еще одну интересную песню Ансамбля Соловушка Которая поет произведения разных народов на разных языках И сейчас прозвучит крымско-татарская песня «Байрам» Байрам Эркун Байрам Эркун Байрам Эркун Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 А кто же был сегодня лучшим знатоком православной культуры, спросим об этом представителя Совета Старейшин Ольгу Владимировну Дубинину. Уважаемые знатоки, Совет Старейшин принял решение, что лучшим знатоком сегодня был Сергей Костенко. И мы вручаем тебе книгу, иллюстрированную новомученике Феодосии, автор Протеерея Николай Доненко, епископ Ялтинский Нестор, векарий Симферопольской Крымской епархии. Уважаемые телезрители, а на этом все вопросы, которые вы нам прислали, завершены на сегодня. Напомню, что наши знатоки будут с нетерпением ждать ваших новых заданий. Пишите нам по адресу Российская Федерация, Республика Крым, город Симферополь, почтовый индекс 295-011, улица Героев, Аджимушкая 9, дробь 11. Также перед вами сейчас на экране наш адрес в интернете www.знатоки.artox.ru Сюда вы тоже можете отправить свои вопросы, а также познакомиться с архивной базой лучших заданий нашего конкурса. И это наверняка поможет вам при организации подобных состязаний в своей школе, в своем городе, в своем районе, в своем федеральном округе. А на сегодня все. Ангела-хранителя всем вам. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»